Неловкое движение и последовавшая за ним пронзительная боль прошлась по всему телу, прервала воспоминания и, вытеснив благословенные картины детства, возвратила пленника в трагическую реальность. Но такой притягательной силой было это странствование по закромам памяти, что какое-то мгновение он как бы по инерции продолжил жить в своих детских грезах. Ах, как же не хотелось расставаться с ними, даже невзирая на боль. Но это был лишь миг, за которым пришло осознание постигшей его беды и отчаяние буквально захлестнуло все его существо. Трудно сказать, от какой боли он состонал больше, потому что боль физическая усилилась душевными муками, а они, в свою очередь, породили панический страх. Он вдруг увидел себя со стороны скорчившегося, избитого, беспомощного человечка, да еще и в соседстве с голодной крысой, и ужаснулся. — Это конец! — констатировал тот человечек, вщемящий душу безысходности. — Ты обречен и ничего не сможешь сделать. Ничего для своего спасения, ведь они почти обездвижили тебя. — Подожди, сейчас я, сейчас! — возражает Виталий и пробует приподняться на локоть. Тщетно. Боль не позволяет даже шевельнуться. А бездвижили. С жалкой улыбкой повторяет он вслед самому себе, и, понимая, что остается лишь надежда на милость Господа, впрочем, одной и единственной, она и была с самого начала, шепчет в непроглядную темь каземата. — Господи, да светится имя Твое! Закрыть глаза и молиться — это все, что пленник может сейчас себе позволить. Он не может встать на колени, слишком больно даже дотронуться до них, поэтому молится, не меняя позы, то есть лежа на бетонном полу, прислонившись затылком к стене. Так легче глазам, так покойнее всему телу. Господи, Ты мне прибежище в рот и рот. Приходит на память молитва Моисея. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит Тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Псалом 89.2.92.3 — Я жив, пока у меня есть силы для молитвы, — продолжает он, и в кажущемся приливе сил торопится изложить Господу свою жалобу. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внем ли мне и услышь меня? Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возвонят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. — Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Псалом 54.2.6 Слова этих псалмов Виталий знает наизусть, потому что молится ими не в первый раз. Он заучил их с того благословенного момента на нарах тюрьмы Житомира, когда узнал и поверил, что Бог слышит его. Но не будем пока возвращаться в прошлое и забегать вперед. Важно, услышит ли Господь его вот прямо сейчас. — Господи, если слышишь меня, дай ответ. Приму все, что от Тебя, если даже придется загинуть здесь. Ведь тогда я пойду к Тебе, а мне всегда было так хорошо с Тобой. — Всеведущий, ты знаешь, что с той поры, как простил мой тяжкий грех, я живу надеждой быть призванным в Твои обители, и хочу, чтобы это произошло как можно скорее. — Как можно скорее, — повторяет Виталий и задерживает дыхание в ожидании ответа. — И ответ не сходит на него. И дух уже полнится всеобъемлющим умилением, как бы не была еще ощутима физическая боль. А вот уже встрепенулся в нем и тот немощный человечек, встрепенулся и воспротивился. Идущий к Богу разве может быть обречен? — Нет, он спасен, если Бог со мной, кого мне бояться? Я выдержу, все выдержу. — Только бы во всем была воля Твоя, Господи! Медленно, но верно и просто зримо стихает боль, а с ней, как бы это странно ни звучало, уходят страх и тревога за день грядущий. И это не напускное бахвальство, не перед кем. Не самообман и не самоуспокоение — это уверенность, что бы ни случилось, и забьют, забьют, убьют. Бог не оставит его своей милостью, ведь именно его имел в виду Христос, заканчивая Нагорную проповедь. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6, 34 Окрыленный таким выводом, он снова впадает в то пограничное состояние, которое еще не сон, но уже и не тревожное забытье. Назовем это путешествием в незабвенные дни детства, волнующим видением пережитого. И прервется она уже утром с приходом его мучителей, с их угрюмого, полного злобы вопроса. «Ну что, чучело, вспомнил?» Но не эта затаенная злоба и не последовавшее за ней методичное избиение отложилось на этот раз в памяти узника. Совершенно неожиданно он обнаружил, что едва они заговорили, как тут же появилась и крыса. Она что, уже различала их голоса? Появилась, степенно прошла на свое место у стены, спокойно, без страха села и, как показалось ему, с надеждой воззрелась на бравых казаков. Мало того, просидела до конца экзекуции и лишь с их уходом заковыляла прочь. В полумраке Зиндана, да еще сильно увеличенной своим неотложным делом, станичники, конечно, не могли видеть Матильду, и, может быть, хитрая бестия на это и рассчитывала. Но факт остается фактом. Трижды за день приходили они выбивать из своего пленника бабки, и трижды следила она с неослабным вниманием за их действиями. Ждала результат? Ну, неясно, разочаровалась или нет в его итоге, но от предложенного Виталием хлеба не отказалась. Слабое, конечно, для нее угощение в сравнении с тем, какое могло быть при другом исходе пыток. Но на безрыбье и рак рыба, а хлеб есть хлеб. На третий день станичники били его без обычного энтузиазма, то есть со стервенением, но без улыбок. То ли подустали хлопцы, то ли дошло, наконец, что денег у него и правда нет. Оказалось, что и то, и другое. Под вечер оба впервые пришли вооруженные, и блондин, взяв в руки автомат, присел на корточке подле. — Ну, что будем делать с тобой, Бандера? Дальше бить? — А вам виднее. Еле слышно пробормотал Виталий. — Только деньги от этого не появятся. Как вы не поймете, что... А-а-а, раздраженно махнув рукой, перебил грому и провел ладонью по горлу. — Вот ты где уже у нас сидишь. Устали слушать твою брехню. Надоело. Он встал. — Короче, считай до трех. Если сейчас же не расколешься, пристрелю. Итак, счет пошел. Раз! Ты чего, скотина, разлыбился? А у пленника и правда глаза засветились неизъяснимой радостью, будто ему, уже осужденному на длительный срок, указ о помиловании вышел. — Ребятки, да я же вам так благодарен буду. Я даже Бога буду просить за вас. Зачистил так, словно испугался, что они передумают, и, собрав последние силы, укрыл лицо в ладони. — Господи, Отец мой небесный, наконец-то я иду к тебе. — Ну, не обессудь. Сам напросился. — Матюкнулся блондин и несколькими одиночными расстрелял бетонный пол по обеим сторонам рядом с Виталием. Потом, чуть помедлив, нагнулся, грубо отнял его руки и увидел, что он молится. А лицо, лицо, как у счастливого жениха, получившего согласие девушки стать его невестой. — Ты чего, тварь, и правда не боишься, что ли? В голосе неподдельное изумление, смешанное с еще большей злобы. — Да чего ж бояться? — Идти к Отцу Небесному для меня великое счастье. Ты, пожалуйста, прицелься получше, избавь от всех бед. — А вот это видел? — прорычал тот и сунул кулак ему под нос. — Никуда никакому отцу ты не пойдешь. Здесь останешься, здесь изгниешь. Тут он резко приставил дул автомата к колену узника. — Вот сейчас отстрелю чашечку, — прошипел, глядя прямо в глаза своей жертве. — И будешь валяться тут, пока не издохнешь. — Сам сдохнешь, понял? А мы тут будем ни при чем. Как не готов был Виталий к переходу в вечность, но все же предполагал, что это произойдет мгновенно. О том, чтобы расстаться с земной жизнью в рассрочку, он не задумывался. Взгляд невольно отыскал притаившуюся у стены Матильду, как тут и была. И все в нем содрогнулось от представшей воображения омерзительной картины. Она грызет его еще живого, но беспомощного. И его обуял смертный ужас. Ужас и страх. Этот животный страх, зародившись как раз в коленях, стал медленно подниматься вверх, расползаясь мурашками по всему телу, парализуя волю. К такому уходу из жизни он не был готов. И, забыв обо всем на свете, взмолился, обращаясь то к одному, то к другому. Хлопцы, не делайте этого. Не берите грех на душу. У вас есть родители, и они тоже православные, как и вы. Я хорошо знаком с укладом казаков и видел, как они чтут Бога. Они никогда и ни за что не одобрят вас, если вы изувечите меня, потому что, знаю, придет время, когда все мы предстанем перед Богом, и вы оба, и я все. Он спросит каждого о делах его, и каждый будет отвечать только за свои грехи, а не другого. Даже тот, кто сомневается в загробной жизни, не рискнет так гневить Бога. А вы знаете это наверняка. Подумайте, нужно ли вам это? Неужели вам будет радость от того, что меня будут грызть крысы? А он, одна из них, Матильда, там, у стены, только и ждет этого. — Какая еще Матильда? Машинально развернулся гром, взглянул в указанном направлении и убрал автомат к ноге. — Точно крыса. — А, Мить, видишь? — Вижу, и что? — Может, и правда не след калечить его сегодня, а? Блондин брезгливо помочился. Его даже передернуло. — Это ж крыса, блин. Смотри, сидит, оторва, и даже нас не боится. — Вот и пусть бы жрала его, глядишь, позговорчивее стал бы, раздраженно бросил Митя. — Говорил же, шлепнуть его надо без всяких расспросов. — Так ты нет, да зреет. Вот он и пользуется твоей добротой. Разводишь с ним антимонии всякие. — Да ладно тебе, братан, куда он денется? — Слышь, Бандера, поживи еще до завтра, там разберемся. — Только хочу разбираться, буду я. Поднял штангист руку, как ученик на уроке, и нагнулся к пленнику. — Достал ты меня. Но я тебе не гром, цацкаться не буду, понял? — Понял, нет? Виталий слабо кивнул. Расстратив остаток сил на длинную речь, он вдруг почувствовал полное безразличие ко всему происходящему, и если бы одному из них снова взбрело в голову стращать его автоматом, скорее всего, принял бы как неизбежное. Во всяком случае, вряд ли стал бы умолять. Выхолостился. А они ушли чем-то столь озабоченные, что Митяй, оставив ему сверток с едой, даже забыл пнуть его напоследок. Матильда, однако, не забыла напомнить о себе своим противным писком, и, получив полагающуюся ей долю хлеба, неспешно удалилась. — Что будет завтра, Господи? — спрашивал вконец обессилевший пленник. — Что еще они мне уготовили? И в уме каким-то невнятным, надоедливым рефреном зазвучали слова, известные с детства песни «Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой, если смерти, то мгновенной». И он немощный, неспособный уже адекватно осмыслить случившееся, зациклился на этом пожелании. — Пусть будет именно так, Господи! Да, сделай так, чтобы мгновенно! Весь следующий день он провел в горячей молитве, и всякий раз, когда со двора доносился шум подъезжающей машины, на секунду замирал в жутком ожидании финальной расправы. На секунду, потому что уже безошибочно определял по работе мотора инкассаторский внедорожник, на котором ездили его палачи. Но время шло, уже вечерело, а их машины все не было. И когда уже был готов расслабиться, может быть, не приедут сегодня, раздался знакомый виск тормозов, разрушивший эту слабую надежду. Последовала привычная уже легкая перебранка с кем-то во дворе, и вот оба уже склонились к своей жертве. В руке штангиста был топор с лезвием внушительных размеров, очевидно, для рубки мяса. Виталий невольно поджил ноги. — Ага, вижу, что понял, — хохотнул Митяй, заметив это движение. — Правильно мыслишь, чучело. Вчера я пожалел на тебя свой патрон. — Ну, на учете они, куда деться. Зато сегодня будет тебе секир башка. — Секир нога, братан, — поправил его гром. — Ну да, нога, — согласился тот и провел пальцем по лезвию. — Острый что надо! И завертел головой. — Слушай, а где твоя Матильда? Всю ночь подлая снилась. — И правда, где же она? — наигранно удивился и блондин. — Как раз бы к месту. — Ну да, я ее свежатинкой угостить хочу. Крысы любят свеженькие кости. А, Бандера, че молчишь? Расскажи мне про Бога, как вчера вон грому лапшу вешал на уши. Или язык проглотил от страха. — Ага, молишься. Молись, молись. Грехи-то тебе надо замаливать перед смертью. Еще как надо. — Ну, хватит. Короче, бабки будут. — Нету? — Ну, на нет и суда нет. — Тогда протяни-ка ногу. — Какую не жалко? Так и мне ловча и будет, и тебе не так больно. Придержи его, братан, чтобы не брыкался. Он дотронулся лезвием до колена пленника. Потом, как бы примиряясь, скользнул им вниз до щиколотки и испытывающе взглянул на него. — Вот, отсели досели, а? Не надумал еще? И вновь тот вчерашний ползучий страх проник в самую душу, перехватив дыхание так, что не выговорит ни слова. Кажется, он полностью лишил Виталия силы духа. Кажется, он уже теряет сознание и все же сподобился выдохнуть. — Спасибо, милый Господи. Что было дальше, он не мог ни видеть, ни объяснить позже. Все разыгралось по всем правилам постановки фильмов ужасов. Сначала раздался неистовый вопль штангиста — крыса! И громко звякнуло о бетон лезвия топора. Затем повторный вой и брань Митяя — ушла, сволочь! И лишь потом голос грома, явно раздраженный. — Где ты увидел крысу, охламон? Это была первая ссора подельников. В ответ долгое молчание, потом сиплый, с надрывом хрип штангиста. — Где? — Где? Все там же, как зайдешь налево. — Завязывать надо с бухлом, братан. — А тебе нет, что ли? — И мне. Обоим чего уж там. — Ладно, замнем для ясности. — Замнем. И пойдем отсюда, а то этот попик на меня плохо влияет. — Кстати, что с ним дальше? — Жратву оставим, а воду больше не получит. У него есть моча, пусть пьет. — Вот это дельно. Не мытьем, так катанем, — одобрил Митяй и, уходя, как бы оправдался за свой прокол. — Я только сейчас вспомнил. Ведь эта его крыса всю ночь мне снилась, представляешь? Просто преследовала. Вот, видать, и примерещилась. Он еще бормотал что-то, но Виталий не слушал. Он славил Бога за избавление. И, появившийся вскоре Матиль, дядь Щедрот своих подарил весь хлеб. Дескать, хоть и не сама, но заслужила. На утро блондин пришел один. Поразительно, что, не имея рядом своего подельника, он вовсю старался казаться другим, в первую очередь, незлобивым. И это, надо сказать, ему удавалось. Неизменное оставалось лишь с легким налетом презрения улыбка. Бить не стал и, слово в слово повторив вчерашнее решение насчет воды, подытожил с этой самой улыбкой. — Ну, ты, колочтертый, обойдешься. В тех местах, где ты бывал, это же в порядке вещей. Уже в который раз они оба намекали на то, что он сидел в тюрьме, но этим намеком и ограничивались. Открыто об этом почему-то предпочитали не говорить. Позже Гром проговорился почему. Оказалось, из подозрения, что это обстоятельство, открывшись, может размягчить отношение к нему в верхах. Его просто могут забрать у них, а это не входило в их планы. — Но, допустим, ты вдруг интеллигент, да? — не без иронии продолжал Белый. — Он и сам явно хотел выглядеть эдаким ученым мужем. И, может быть, побрезгуешь таким образом пополнять запасы воды в организме. На его лице появляется добрая, прямо-таки благожелательная улыбка. — Тогда я иду к тебе навстречу. Смотри, у тебя нет бабла. И я это вполне допускаю. — Ну, кто старое помянет тому глаз вон? Мы не собирались калечить тебя, просто хотели хорошенько припугнуть. В общем, давай будем так считать. — Ага, поэтому ты и пришел без подельника, — грустно усмехнулся Виталий. — Скажи такое при нем, и вмиг превратил бы своего лучшего друга во врага. — Так вот, теперь к тебе предложение. Не реагируя на усмешку, призвал его тот к вниманию. — Вот в чем я не сомневаюсь, так это в том, что ты хорошо знаешь таких же, как и сам деловаров. То есть предпринимателей, если обозначить по-современному, с той лишь разницей, что ты в промоте, а у них это бабло есть. Чуешь, к чему это я? — Пока нет. — Ну и дурак, — насмешливо хмыкнул станичник. — Или прикидываешься. Смотри, я дело говорю. Речь-то о твоем, не моем здоровье. Если о моем, то проще всего было бы отпустить меня. Я ни в чем не виноват перед вами. Вся моя вина в том, что у меня нет денег. Так и я о том же. Я же сказал, допуская, что у тебя их нет. Но у твоих-то знакомых коры не клюют. Подскажешь нам пару адресов, и мы передадим с тобой привет всей Украине, если, конечно, твои данные подтвердятся. Тогда иезжай на все четыре стороны. А вы точно так же, как с меня, будете выбивать бабки с других, ни в чем неповинных людей, — не снимал грустные усмешки пленник, а вслух сказал, — отпустите меня в Киев. Обещаю, что вернусь. Сколько соберу, столько и соберу, и вернусь. Ну, не столько, конечно. Может, и вернешься, — перебил гром и сморчился, как от зубной боли. Я слышал, что верующие слова держат. Но ты пойми и нас тоже. Да, можно было бы просто так отпустить тебя, но ты подвис так плотно, что без бабла уже не обойтись. Ты проходишь по документам, как лазутчик, и отпустить тебя, значит, самим занять твое место, понял? Не совсем. А при чем тогда деньги? Робко поинтересовался Виталий. Ну, ты что, с луны свалился, что ли? С заметным раздражением покосился на него блондин. Здесь, в этой дыре, только бабки и решают все дела. Каждый прыщик, едва успев занять хоть какую-то должность, требует, чтобы ему отстегивали за услуги. Он для этого и шел по трупам, чтобы бабло срубить. А ты теперь для всех разменная монета, без которой, как говорится, и не туды, и не сюды. Поэтому у тебя нет выбора. Скажу больше. Если бы не мы, тебя давно бы грохнули. И грохнут, если с нами что-то случится, а они узнают, что бабла у тебя нет. Плохо, значит, у вас с кадрами. Несмотрительно брякнул пленник. И твое собачье дело, тут же вспылил станичник. Я пришел к тебе с конкретным предложением, а не обсуждать здешние порядки. Говори же, да или нет. Но вы же лучше меня знаете, что все, у кого были солидные гроши, сразу же дернули с Донбасса. Кто в Украину, а кто в Россию, здесь не осталось ни одного маломальски значимого бизнесмена. Значит, облом. Не хочешь себе же помочь. Здесь я ничего не найду, даже если и захотел бы. Уверен, что такой суммы, как вы запросили, не наскрести у всех здешних дельцов вместе. Да и какие они дельцы, хватает только на то, чтобы выжить. Ну, было бы предложено, пробручал блондин. Он, его, как, впрочем, и его пленника, утомил непривычно мягкий разговор. Без зуботычины угроз. Время у тебя есть подумать. Еще раз предостерегаю. Ты живешь, пока числишься за нами, и мы возимся с тобой. Никто, кроме нас, не захочет валандаться с нищим шпионом. Вспомнишь мои слова, если с нами что-то случится. Он повторил это уже не в первый раз, но что именно может случиться с ними, не прояснил. Впрочем, очень скоро смысл сказанного стал понятен Виталию. Это когда уже Зиндан пополнился и другими пленными. Теми, кто еще недавно, вот так же, как и эти два подельника, арестовывали и сажали в подобные подвалы всех жителей без разбору. Одному богу известно, сколько душ замучено этими новоявленными джеками-потрошителями. Но не будем забегать вперед. У нас и до того есть, о чем поведать читателю, ведь события грядут более чем насыщенные. Сейчас же, после ухода одного станичника, узник резонно предположил, что вскоре явится к нему и другой. Явится, чтобы продолжить обычную игру в доброго и злого дядю, будь то начальник, следователь или конвоир, в зависимости от ситуации. Но если в уголовных делах такое чередование добра и зла хоть как-то объяснимо, вроде бы дезориентирует преступника и он колется, то есть в порыве благодарности признается доброму в совершенном деянии, то в нашем случае это не играло никакой роли. Просто потому, что не в чем было признаваться. И уж чего-чего о желании побеседовать наедине с Митяем у Виталия не было, а вот тревога была. До самого наступления утра была, удручающая до тошноты, мрачная до слез тревога. С рассветом он сквозь дрему услышал знакомый шум мотора, потом необычно шумную беготню по лестнице и этажу над головой и мельком увидел, как несколько военных втолкнули кого-то в смежную комнату. И этот кто-то был с мешком на голове. Мешок он разглядел, а военных в неясном еще от свете утра не успел. Правда, и надобности в этом не было. Противная дрожь в предчувствии пыток исключила всякие сомнения. «Мои кого-то привезли», — тоскливо констатировал он. «Что-то уж больно рано сегодня. Сейчас придут». И тут раздался леденящий душу вскрик. Через секунду он повторился и завис уже на одной жалобной ноте, заполнив все пространство. Слышно было, как человека бьют, сопровождая удары отборной руганью. «Пароль, мать твою!» — прервав избиение, орал один, заглушая его вопль. «Говори пароль, или я размажжу твою тупую черепушку. Где твои напарники?» — не отставал другой. «С кем ты должен был здесь встретиться? Скажи адрес, и никто тебя больше не тронет». И снова били, с придыханием, кряхтя и крякая, а избиваемый все так же протяжно и жалобно подвывал. Видимо, все эти удары были ничто в сравнении с первоначально причиненной ему болью, и он их уже не чувствовал. «Фашисты!» В первый раз за время пленения пронеслось в мозгу Виталия. Слово пришло само, как определение факта, как само собой разумеющееся. Бьют беззащитного, неспособного дать сдачи. Не бьют, забивают. И боль за незнакомого человека показалась ему не меньшей, чем собственная, когда били его. «Господи, останови их!» — взмолился он к Богу. И тут же мысленно к палачам «Остановитесь, имейте хоть каплю милосердия, будьте людьми!» Будто, услышав его, шум в смежной комнате стих, и боевики с грохотом протопали к выходу. Вскоре завелся мотор внедорожника, и через минуту во дворе уже стояла утренняя тишина. «Уехали!» — облегченно выдохнул Виталий. «Дай-то Бог, чтобы не скоро вернулись!» И прислушался. Жалобный стон жертвы не прекращался, только теперь уже с краткими паузами. «Сломали что-то мужику руку или ногу!» — предположил он. «Стоит ли попытаться поговорить с ним сейчас, или лучше пока не тревожить?» Он еще раз помолился, и, почувствовав милостивую поддержку Господа, подошел поближе к выходу, насколько позволяла длина кабеля, и тихонько позвал. «Друг, эй, слышишь меня?» Стон задержался на чуть большую паузу, но тут же и возобновился. «Я тут давно», — продолжил уже погромче Виталий, — «и меня избивают так же, как и тебя. Ты это... Ты можешь не бояться меня». Молчание на этот раз продлилось дольше. Было ясно, что человек не решается вступить в разговор, и не вступит, если не услышит что-то более убедительное. «Я священник, Виталий Плавун. Может быть, слышал?» Молчание. «Но и стона нет. Я буду молиться от тебя, если ты захочешь. Только мне надо знать твое имя». «Ты правда священник?» Послышался, наконец, голос, и Плавун, несмотря на глухой, как в бочку, отзвук сразу определил, что он принадлежит совсем юному парню. «Да, я проповедник Божьего Слова в местной церкви и в других городах Украины. Что они от тебя хотят?» «Мне сломали пальцы на правой руке», — склепнул парень. «Я так и подумал», — голос Виталия задрожал. «А твое имя и сколько лет тебе?» «Вася». «Двадцатый пошел». «А что они хотят от тебя?» «С меня требуют деньги, которых у меня нет, и не отпустят». Виталий смолк, поздно увидев тихо вошедших конвоиров. Леонида Клина, еще одного незнакомого мужика в полном воинском обмундировании с погонами сержанта. «Ну, кого я заткнись оба!» Сразу же оказал себя незнакомец, заорав с таким грозным видом, будто стоял на огромном плацу, а перед ним не менее чем отряд зэков. И плавун, представив именно такую картину, не сдержал усмешки. По опыту он знал, чем больше свирепости напускает на себя вертухай, тем он трусливее по жизни за пределами зоны. Усмешка не укрылась от цепкого взора новичка. «Ты чего развеселился? Поп драный!» Тут же подскочил сержант и без всяких предисловий заучено двинул под дых. От неожиданного удара Виталий согнулся и сел на пол. «Вот так-то оно понятнее тебе будет!» Сразу же заметно подобрел вертухай и победно взглянул на сослуживца. «С ними только так и нужно!» — говорит Леня. И опять загремел грозно. «Мотайте себя на ус! И ты, Поп, и ты, сосунок! Еще раз услышу, что переговариваетесь, пеняйте сами на себя!» «Все, пошли, Клин!» «Там сейчас еще каких-то гавриков должны подвезти!» «А, да, отдай ему пайку!» «Да не так!» — раздраженно выхватил из рук Клина сверток с едой, который тот протягивал плавуну и бросил на пол к ногомузника. «А вот так! Подберет, не барин!» Виталий взглянул на Клина. Показалось, что тот неловко отвел глаза в сторону. Видимо, еще не все человеческое вытравило из него службы у боевиков. Распокоробил столь злобный выплеск сослуживца. Что ж, наблюдать такое мерзкое поведение и не иметь невозможности несмелости предотвратить его действительно тяжело. Сознавать себя соучастником подобной подлости тяжелее вдвойне. Последующие несколько дней прошли для обоих пленников относительно спокойно. Несмотря на угрозу, Виталий среди ночи тихо, будто говорит сам с собой, рассказывал парню о Боге. Тот отвечал лишь изредка односложно, но обязательно с вопросом, и опытный проповедник чувствовал, что его слова ложатся на благодатную почву. Из недомолвок Василия он сделал вывод, что тот из разведчиков и совсем недавно при выполнении задания попался в руки боевиков. Был ли он с группой или один, это и пытались выяснить его противники. Как выведать и другие секреты, коими, конечно, владеет каждый разведчик. Все эти дни к нему наведывались люди в форме, приносили еду и даже предлагали выпить и подписать какие-то бумаги. Давали, наверное, и обезболивающие лекарства, потому что он стонал все реже и реже. Потом и вовсе перестал стонать. Все же время от времени тяжкий вздох выдавал переживания парня. Такой поворот от пыток к лояльности для Виталия объяснялся просто, ведь он уже испытал на себе подобную тактику допроса. К парнишке применяют метод кнута и пряника, грустно размышлял он. Кнут уже использовали на всю катушку, а теперь дают пряник, чтобы расслабился. О том же говорили и мои мучители. Но у меня, в отличие от него, нет секретов и нечего выдавать. А у Василия есть. И они рассчитывают, и вполне резонно, что снова кнут он потом не захочет из страха к повторным пыткам и расскажет все, что от него требует. И у кого тогда достанет ума упрекнуть его в малодушии? Наше поколение ведь пытки видело лишь в кино, а там их перенести намного легче. В реальности это ужас, который не укладывается в голове. И несмотря на то, что самому становилось все хуже от отсутствия воды, молился за молодого разведчика. Господи, если ни мне, ни ему не выбраться отсюда, дай мне силы возможности благовествовать ему, чтобы услышал парнишка о твоем спасении. Развязка наступила недели через полторы. Был уже полдень, когда мимо Виталия в смежную комнату с грохотом протопали несколько военных, и он тут же превратился в слух. Собственно, напрягаться-то и не надо было, потому что орали вояки на этот раз едва ли не громче прежнего. Суть криков сводилась к тому, что разведчик, где сволочь, обвел их вокруг пальца, выдав фальшивую информацию. И вроде как она им дорого обошлась, потому что били его с таким остервенением и без пауз, что не выдержал даже Виталий и заткнул уши. Василий не стонал, лишь коротко с криком выдыхал после каждого удара. — Короче, так, — заключил, наконец, старший группы, по голосу Виталий узнал грома. — Больше ты нам не нужен. Если бы не устроил нам козью морду, обменяли бы на кого-нибудь из наших. А раз так, теперь получишь то, что заслужил. Сейчас за тобой приедет один человек с Донецка. Шибко он тобой интересуется. — Говорит, ты ему успел насолить. — Знаешь, о ком я? — Знаешь, паскуда, вон как затрясло. Но сам этого захотел. — Что, молчишь, язык сглотил? — Все, тащите его в машину. — Приказным тоном скомандовал гром и вдруг обрадован. — Стоп! — Вот и сам командор лег к напомине. Радость предназначалась какому-то типу, как раз проследовавшему через помещение в комнату. Следом оттуда послышались восторженные возгласы, хлопки ладоней при приветствии, ну, родственные души встретились, что там гадать. А еще через несколько минут всей кучей вывели полусогнутого парнишку. Лица его Виталий не смог разглядеть, как старательно не вглядывался. При этом на его собственном лице отразилась такая скорбь, что это не осталось незамеченным для вновь прибывшего. У самого выхода он остановился и внимательно вгляделся в застывшего плавуна. — А это еще кто у вас тут такой? — кивнул головой в его сторону. — А, это наш священник! — хохотнул штангист и махнул рукой. Дескать, не стоит внимания, командор. — Да? — удивился тот. Внешне он резко отличался от казаков. Маленьким по сравнению с ними ростом, рыжеватой бородкой, да еще грудь воина украшали много разных побрякушек. Не то значки, не то ордена. Обвешался, как шелудивый пес, блохами. Почему-то пришло сравнение на ум Виталию. Для значков они были слишком объемными, а для орденов, ну уж, больно много. А из-под расстегнутой гимнастерки выглядывала тельняшка. — Святой, что ли? — Ну, вроде того, — совсем расплылся улыбка Митяй. — И что он у вас делает? — Да грехи наши замаливает, — заржал теперь и гром. — А что, удобно, — одобрил орденоносец. — Хочу побалакать с ним, можно? — Почему бы и нет? Мы-то давненько с ним не беседовали. — Ну, кто таков? Подошел и ткнул пальцем в грудь Виталия рыжий командор. Тон насмешливый, даже презрительный, то есть вопрос уже с заготовленным ответом. — Человек. — Глядя в сторону, негромко сказал плавун. — Кто? Ты человек? — наигранно возмутился орденоносец и стукнул в грудь теперь уже себя. — Человек — это я, понял? Я видел жизнь, которая тебе и не снилась. Вот на этих руках балерин носил, пинком открывал двери в высокие кабинеты, а бросил все и ушел защищать родину от таких, как ты. — Человек! — Тьфу! — Вон человеки стоят! — кивок в сторону соратников. — А ты, мразь бандеровская, да еще святым прикидываешься. Че морду-то воротишь? — В глаза мне смотри, в глаза! Знаешь, кто я? Никто не знакомил. — Узнаешь, не так отвечать станешь, — пообещал вояка и, не оборачиваясь, громко спросил. — Гром, что вы от него хотите? — Да ерунда! Он нам восемьдесят тысяч долларов должен. — Даю сто тысяч и забирай его. — Бабки здесь, в машине. Мы из него ленточек нарежем, посмотрим, какой он святой. Или кадыровцам отдадим. Давно просили что-нибудь подобное. Могу представить себе их восторг. О зверствах и этого хлюста и кадыровцев Виталий был наслышан. Доводилось разговаривать с защитниками аэропорта. Рассказывали, что командор издевался даже над трупами киборгов. У него захолонуло сердце. — Господи, спаси! И вдруг неожиданно ироничный, даже чуть насмешливый в сравнении с только что звучащими, льстивыми, здравицами ответ грома. — Нет, полковник, он нам еще нужен. Он и его... — сделал ударение на слове. — Доллары. — Так что пусть остается у нас. Есть тут кое-какие соображения. Может, мало ста тысяч могу добавить? — Ты не понял, командор. Встрял молчавший до сих пор Митяй. В голосе этого станичника уже не слышно было прежнего заискивающего оттенка. — Нам нужны его, а не твои доллары. — Да, недаром среди наемников самый популярный постулат — любовь и дружба кончаются там, где начинаются деньги. — Да вы что, братаны? — Гром, Митяй. — Похоже, полковник обиделся. — Да чистый у меня бабки, не фальшак какой. — Охотно верю, — продолжал улыбаться Гром. — Но сам видишь, Митяй хочет получить их с нашего священника. Что поделаешь? Такой уж он принципиальный. — Да ты не темни, Гром. — Говори прямо, отдашь его или нет? — Нет, — жестко ответил тот. — Хватит тебе и одного, а этот наш? — Ну, ваш так ваш, кто бы спорил. То ли с угрозой, то ли с обидой невнятно пробормотал полковник и взял левой рукой Виталия за шею. — Чего? — Радуешься, гнида? И усмехнулся криво, и, притянув к себе, зашептал на ухо, но так, чтобы слышно было всем. — Повезло тебе. Не заполучил я тебя, моль святая. — Жаль, конечно, но хочу, чтобы ты хорошо запомнил меня. — И ты, и твой Бог. Продолжая держать пленника левой рукой, правой перекрестился, и ей же неожиданно нанес три коротких удара прямо в область сердца, один за другим, натренированно, сильно. Так что Виталий, хватая ртом в воздух, мешком упал и скрючился у его ног. Боль от удара в сердце отдалась судорогами по всему телу. Словно тисками сдавила грудь, онемели руки и ноги, мучительно больно заныли десна, будто ледяная вода попала на больные зубы. — Это тебе моя отметина для знакомства, — склонившись к нему, прошипел полковник. — Фирменный знак, так сказать, чтобы знал, как следует привечать меня. — Кто знает, может, еще приеду за тобой. И насмешливо бросил подошедшему Митяю. — А живет ваш святой, не переживай, но запомнит надолго, гарантирую, фирма веников не вяжет. И, уходя, залился дробным, счастливым смехом, будто исполнилась его самая светлая мечта. Так ребенок радуется новой игрушке. Этот смех шил у Дивого на всю оставшуюся жизнь останется в памяти Виталия. Гром вышел вместе со своей командой на улицу, однако тут же вернулся и подтащил жалобно-стонущего плавуна к стене. Попробовал пульс, похлопал по щекам. — Слышь, чудик, надеюсь, ты оценил. — От кого и от чего мы тебя избавили? — То-то, цени, братан. — Но не расслабляйся. Если не надумаешь, у кого взять бабки, можем и передумать. — Да, оно тебе надо. — Даем на размышления еще три дня. — Сейчас разбираться не будем, некогда, дела у нас неотложные. И заторопился, услышав сначала выстрел, а следом короткие нетерпеливые гудки клаксона. — Вон, видишь, ну, стало быть, все. Думай и не забудь три дня. Отметина полковника-садиста усугубила и без того плачевное состояние пленника. При малейшем движении начинало колоть сердце, и как-то оклемался он лишь к вечеру, почти весь день пролежав у стены. Вечером, как обычно, пришел клин. Молча отдал сверток с едой и уже повернулся уходить, но так и замедлился на полуобороте. Он явно хотел о чем-то спросить, но не решался. — Слушай, святой. Изрек, наконец, и присел на корточке. — Дело есть. Когда с подобными словами подсаживался Митяй, обычно за этим следовал удар, поэтому Виталий инстинктивно сжался и заслонил лицо руками. — Ну, ну, спокойно, никто тебя бить не собирается, — продолжил клин. — Убери руки. — Говорить-то можешь? — Вот и ладно. — Спросить хочу. — Я слышал и не раз, как ты о чем-то разговаривал с тем пацаном. Клин выжидательно заглянул в глаза плавуна, но тот молчал. — Ты не думай, я не по какому-то заданию, по своей воле спрашиваю. — Если он тебе что-нибудь говорил, ну, там, о родителях, о знакомых своих, где бы их искать, если что, а? — Ну, ты понял, о чем я. — Можешь не бояться говорить, я постараюсь передать им, пусть хотя бы знают, где загинул их сын. — Так его... — вскинулся было Виталий, но тут же схватился за сердце и смол. — А ты думал, его на лечение повезли? — горько усмехнулся надзиратель. Потом в недоумении пожал плечами. — Говорят, он на полковника кинулся, но откуда бы силы взялись? — Переломанный ведь весь, на ногах еле стоял. — Скорее всего, кто-то из охраны порешил его. — Я так думаю, что из милосердия. — Ну, тебе не надо объяснять, что его ждало. — Короче, ты понял мой вопрос? — Он мне ничего не сказал. — Покачал головой Виталий. — Ничего, правда. — Понятно. Клин поднялся. — По-другому, наверное, не могло быть. — Жалко. — А тебе вопрос. — Можно? — спросил Виталий. — Хочешь знать, почему жалко его? — Ну да. — Ты уж договаривай тогда. Чего, мол, врага своего жалеешь? — Неприязненно сочурился Клин. — Это ведь хочешь знать. — А потому и жалею, что науськивали на нас парнишку такие вот прощелыги, как ты. — Вдолбили сволочи, что на Донбассе его враги. — А много ли пацану надо? — А на поверку-то вышло, что все в стороне, а пацан в баране. — Ты действительно думаешь, что я мог кого-то науськивать на вас? — Я не думаю, я знаю. — Клин чуть слышно скрипнул зубами. — Ну, по твоему раскладу, получается, что я в стороне. — Я в стороне? — Виталий показал наручники. — Не в баране? — Сам оплошал, вот и попался. — А сидел бы в своем Киеве, да не совал свой нос куда не следует, так и был бы в стороне. — Я никуда не совался. — Я звал людей к Богу, говорил им о его любви, призывал их к миру и согласию. — Здесь все об этом знают. — Да, к Богу звал, — вскипел вдруг надзиратель. — С каких это пор уголовники стали говорить о Боге, да еще и учить людей любить друг друга? — Слышал я, кто ты есть на самом деле. — Гляди-ка, из тюрем не вылазил, а потом вдруг раз и паинькой стал. — Че, не так, что ли? — Это ты ловко придумал. — Богом прикрыться. — Но прикрыться-то прикрылся. А сам, сколько я не присматривался, ни разу не перекрестился, ни единого. — И крестика не носишь. — Да уличный ты, вот что я тебе скажу. — Че, не так, что ли? Клин старался придать лицу выражение благородного негодования, но это не очень-то у него получалось. Он не утверждал категорично, а как бы предлагал пленнику согласиться с его мнением. К тому же его голосу не хватало непримиримого, жесткого оттенка. Наоборот, в нем слышалась неуверенность и даже готовность выслушать опровержение. И Виталий почувствовал это. — У этих ребят были крестики, — сказал медленно и так отвлеченно, словно размышлял сам собой. И слова вовсе не предназначались для слухонадзирателя. У тех, что изгорялись над Васей, — повторил, укрыв лицо в ладони. — У них ведь у всех крестики на груди. И у полковника тоже, еще бы. — Прежде чем калечить меня, он хорошо так перекрестился, размашисто, как перед иконой, чтобы благословила она его на свершение подвига. — А для чего ему креститься, не скажешь? — А я скажу. — Для того, чтобы другие видели, какой он набожный человек. То есть жить и поступать как палач, а выдавать себя за милосердного. В этом, кстати, и заключается двуличие, в котором ты обвинил меня. — Полагаю, и тот, кто застрелил Васю, не забыл перекреститься. — Или забыл? — испытывающе взглянул он на надзирателя. Клин в явном замешательстве покачивал головой, молчал и не спускал с него удивленный глаз. Все же сподобился выдавить от чего-то осипшим голосом. Потом перекрестился, да. — Ну, это уже не важно, до или после. Главное же, что он сделал это, да, Клин? — Не знаю, — пробормотал тот приглушенно, — к чему ты это клонишь? — К тому, что Бог есть любовь, а они сеют ненависть, убивают друг друга, несмотря на крестик на груди. Поэтому не его наличие или отсутствие свидетельствуют о вере в Бога. Убивают ведь и те, кто без крестиков, а присутствие любви Божьей в сердце грешника. А она дается человеку, любому, только после покаяния в грехах своих перед Богом. — Это ты теперь о себе, что ли? — иронично осведомился Клин. Он уже немного оправился от первоначального замешательства. — И о себе тоже. Вернее, о себе в первую очередь. Все согрешили и лишены славы Божьей. Так записано в Библии. Я не исключение. Я много грешил в молодости и понес наказание за свой тяжкий грех. Такое наказание, что и врагу не пожелаю. Тюрьма строгого режима может искалечить жизнь любого. Но я нашел в себе силы покаяться. И Бог простил меня. Он же дал мне и освобождение от рабства греха. А вот с того дня, как я понял это, я и проповедую Христа распятого. Говорю о Его любви. И всегда начинаю с первой Его заповеди. — Знаешь, о чем она говорит? — Скажи. — Не убей. Поэтому все, что мне сейчас приписывают — лазучек, шпион, обыкновенная ложь. Со мной еще не поступили так же, как с Васей, только потому, что все еще надеются на большие деньги, которые можно выбить из меня. Но их нет. Все заработанные средства я отдавал бедным в церкви. Казаки мне не верят. Но ты поверь. И снова, как в случае с сержантом, при передаче свертка с едой, Клин отвел глаза в сторону. — Не надо мне это, парень, — сказал со вздохом. — Живей буду. — И лучше забудь, о чем я просил тебя. Зря это я растележился. А сейчас уже нормально. Прошло. С тем и ушел. Очень плохо палачам по ночам, Если снятся палачи палачам, И, как в жизни, но еще половчей, Бьют по рылу палачи палачей. Александр Галич Ушел. Но, видать, коснулось слова не совсем еще зачерствелой души, так как следующим вечером принес вместе с едой и маленькую бутылочку воды. — Пей быстро, — сказал опасливо, зираясь, — или перелей в свою из-под мочи, если захочешь растянуть удовольствие. Завтра не принесу. Сержант будет дежурить. Это было так вовремя. Прошло уже больше полмесяца, как Виталию не давали воды, и он чувствовал, что в организме происходят какие-то перемены, возможно, необратимые. Но кому пожалуешься, у кого спросишь. К тому же начались морозы, и в неотапливаемом помещении он постоянно мерз, а выданное клином байковое одеяло не очень-то спасало от холода. На ночь он укутывался им наглухо и в таком окукленном виде спал, сидя все на том же отрезке трубы. Ну, хоть не на бетонном полу и то ладно. Каждое утро у него начиналось с поочередного растирания задубевших от холода ног. Сняв один носок, он долгое время отогревал ступню руками, которые, в свою очередь, согревал своим дыханием. Потом растирал онемевшие пальцы ног, и когда они начинали гореть, быстро укутывал одеялом и приступал к той же процедуре с другой ногой. Увидев это, Клин разрешил выбрать из валявшегося в раздевалке тряпья не совсем истлевшие вещи — ватные фуфайки, штаны и другое. И Виталий соорудил из них что-то вроде матраца. В общем, утеплил пол и мог уже спать на нем, без боязни околеть во сне. Мог даже полежать днем. Все чаще бывало так, что он терял чувство времени и, как бы проживая вне себя в поистине сомнамбулическом состоянии, витал где-то в иных мирах. А потом, уже очнувшись, долго и бессмысленно взирал на столь опостылевший антураж, стараясь вспомнить, где находится и как долго отсутствовал здесь. Ведь он только что носился со своей найдой и за зайцами по сугробам такой высоты, что виднелись над ними лишь верхушки деревьев. Он то и дело стряхивал с них белый прибелый снег и пригоршнями глотал его. Прокладный, неледяной снег растворялся во рту и растекался по каждой жилочке, наполнял каждую клеточку его существа. А он все пил его и пил и пил и не мог напиться. От того-то, очнувшись от сильного сжения в желудке, испытывал еще и приступы отчаяния. Моча, конечно же, спасала от полного обезвоживания организма, но заменить воду она не могла, и с каждым днем состояние его становилось все хуже. И, ах, какое же это было наслаждение вновь ощутить вкус воды, не передать. Но, как невелико было желание сушить все разом, Виталий разделил воду на два раза, то есть на два дня. Не загадывая, что же будет потом, но все реже и с меньшим энтузиазмом, вспоминая напутствие Христа, не заботьтесь о завтрашнем дне. И успокаивал себя, дескать, что поделаешь, слаб человек. Но, как гласит пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. И хоть в случае с Виталием она прозвучала бы едва ли не кощунственно, но именно такая ситуация спасла его от гибели. А началась она с того, что еще до возвращения Грома с Митяем Казимат неожиданно пополнился несколькими арестантами. Неожиданно не только для сторожила плавуна, но и для них самих, учитывая то, что еще вчера они были, что называется, в одной лодке с теми, кто сегодня их арестовал. То есть те и другие были боевиками, читайте, бандитами с большой дороги. Но одним повезло больше, чем другим. И вот для этих других арест был, конечно же, несчастьем. Ну да, тем самым, которое помогло сторожилу подвала плавуну. Первым из них оказался молодой крымский татарин по имени Руслан, который искренне обрадовался соседству с Виталием и не замедлил поделиться с ним данными своей короткой и незатейливой биографии. Довольно успешный предприниматель, он, скопив в Крыму приличную сумму, поехал за иномаркой в Луганск, где проживал ранее, и где знакомые пообещали выгодную сделку. Но почти по тому же сценарию, что и у Виталия угодил не к продавцу машины, а аккурат к боевикам мозгового. После недолгой обработки, лишившись денег, дорогих личных вещей и пары зубов, охотно согласился принять активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. А как не согласиться, если на кону твоя жизнь? Да и какая-никакая все же надежда восполнить таким образом утраченные финансы. И воевал прилежно, судя по неснятым еще медалькам на гимнастерке и по его собственному признанию. И вдруг незадача. Стукнул кто-то, что после нападения на один из украинских блокпостов присвоил Руслан в качестве трофея за ратный подвиг аж три автомата. И как потом не доказывал, что раздал их во время очередного боя со служивцем, а вовсе не продал на сторону, не поверили ни единому его слову в сформированные уже к этому времени контрразведки. Дескать, как был ты барыгой, так и остался. Да и ладно бы, если их продал. Не в этом суть, с кем не бывает. Но будь добр тогда и с командирами делиться. А раз не догадался, то и пожал-те, мол, к ответу. Ну, удивляться тут нечему, потому что вот это поголовное пристрастие утаивать часть награбленного присуще не только главарю, но и его же приближенным, будь то головорез из шайки на Донбассе или гангстер из банды в Америке. Конечно, этим же занимается и любой рядовой член банды, но это такая мелочь по сравнению с верхушкой, что вроде бы и не стоит говорить. А нет, иногда, оказывается, стоит, но проходит это тихо, без шума, незаметно проходит. Вот Руслан, к примеру, попал под такую раздачу. Другое дело расправы главарей со своими же, казалось бы, близкими корешами. Вот и ходили-то чуть ли не в обнимку. И пили-то они иначе, как на брудершафт, а падишь ты. Вы будете смеяться, но эти разборки преподносятся народу как защита его от отдельных убийц и грабителей, а сам главарь этой банды как вершитель справедливого возмездия. Хотя убил и ограбил в разы больше, чем любой из приближенных. Но иногда громко начатое дело заканчивается полюбовно, и виновной остается жить. Правда, лишается всего награбленного, в пользу сами знаете кого. Второй арестант в звании старшины был заместителем по хвостчасти у другого полевого командира. Он хоть и носил военную форму, но подходила она ему так же, как король и седло. Да и позывной у него был почему-то «Лось». Это был типичный образец не очень удачного бизнесмена, прогоревшего на какой-то афере, а потому и сунувшегося явно не в свое дело. Кто уж там его уговорил, кто посоветовал, но он почему-то решил вдруг, что на войне не обязательно воевать, зато можно разбогатеть, если с умом, дескать. Тем более, что войнушка, та ему казалась, ну, чуть ли не по наружку, вроде побузят люди, воду помутят, да и перестанут. А он в этой мутной водичке рыбку-то и наловит. Хорошо бы где-нибудь в штабе окопаться или на складе, как он. И правда таки стал главным интендантом в отряде, бойцы которого, помимо взимания Дани на пропуске машин через блокпосты в Украину и Россию, занимались еще и обыкновенным рэкетом по всей Луганщине. Но если в городах они сначала наводили справки о финансовом состоянии будущей жертвы и лишь потом грабили ее, забирая все, что можно, в том числе и личные вещи, то на дорогах действовали вообще не мудрство и лукаво. Просто перегораживали дорогу каким-нибудь КамАЗом и требовали у остановившегося владельца большую сумму денег. Если у того не было чем платить, отправляли его на тот свет, предварительно отобрав машину. Если было чем, то все равно отбирали и избивали так, что человек тот долго уже не жил. Эта банда снискала настолько зловещую славу в народе, что от нее открестились даже самые жесткие командиры боевиков. Сам лось участия в грабежах, скорее всего, не принимал. Зачем, когда все барахло стекалось к нему на склад? Но был хорошо осведомлен на методах, коими они сопровождались. И надо было видеть, с каким нескрываемым восхищением, но плохо скрытой завистью, этот бывший завбанды рассказывал о проводившейся конфискации имущества у одного из подчиненных своего шефа, с какой скрупулезной точностью перечислял ковры, сервизы, дорогую мебель, а сколько изделий из драгметалла до мешков с деньгами вынесли из его дома. Ого! Носить устали. Да, любил пожить на широкую ногу, разжалованный и осужденный на срок тот атаман. Любил и умел. Видно было, что и сейчас сильно жалеет лось те золотые для него деньки. Ну, жалей, не жалей, а теперь, когда очередь и до самого дошла, он мучился сомнениями. От каких делишек лучше сразу откреститься, а какие признать? Ведь сдал его никто иной, как его непосредственный шеф, на тот момент атаман Свердловска. Автору нет нужды называть фамилии или позывные главарей атаманов, их имена и так у всех на слуху. И потом, подобное ведь происходило сплошь до рядом. Не с числа грабителям, но все они словно под копирку. Назовешь одного, а вырисовывается каждый. Виталий Полозов. Забегая вперед, скажем, что и сам атаман не остался без наказания, правда, не совсем адекватного для садиста такого масштаба. Всего-то три года получил уже в 2018 году. Третьим товарищем, по несчастью, оказался начальник охраны шахты. Мужик средних лет, назвавшийся Алексеем. Кинули его к Виталию настолько перепуганным, что слово вымолвить не мог. К вечеру только разговорился, и оказалось, что его похитили неизвестные в военной форме почти по такому же сценарию, что и плавуна. Один знакомый позвонил ему на работу в начале вечерней смены и сказал, чтобы он поспешил домой, не сказать, что-то там случилось. А на полпути его машину остановили вояки, проверка документов, ничего особенного, затем пара увесистых ударов, мешок на голову и плацкар в багажнике другой, ни его машины. За что, зачем и почему узнал уже по пути от багажника вот к этому помещению. «Денис Кунада», — с китайским акцентом проинформировал, подталкивавший его в спину дулом автомата, бравый мужик. «Много Дениса!» и назвал такую сумму, что те первые удары по голове показались не такими уж и сильными. От количества названных нулей голова просто распухла, и мозги в ней, и набекрень. «Ишь, чего думали», — хныкал Алексей. «Они думают, если ты начальник охраны, то у тебя денег куры не клюют. А я этих долларов отродясь в руках не держал, даже во сне не видел, какие они». И, непрерывно раскачиваясь из стороны в сторону, повторял, «Это надо же! Такие деньжища! Даже подумать страшно!» В общем, снова ожил каземат, а то после ухода Василия ни криков, ни стонов, ни речей возвышенных, все речь о многоэтажной ругани. Непривычно как-то. Теперь же все путем. Снова мат-перемат, шум, стон, проклятие. Это пытали других арестантов, тех, что сразу уводили на верхний этаж. Здесь внизу пока никого не трогали. Один раз в день обязательно приносили еду и воду, и эта передышка позволила плавуну немного прийти в себя. Все пленники, как и он, были в наручниках и прикованы цепями к трубе. Позже, когда объявились станичники, Виталия и начальника охраны посадили на один наручник и цепью приковали друг к другу. Так они сидели рядом, и даже в туалет приходилось идти вместе. Но не это омрачило настроение арестантов. До прихода грома с Митяем к ним было не то чтобы вежливое, но вполне сносное отношение надзирателей. Вроде как все они свои. Во всяком случае, их не пытали и не били. Теперь все переменилось. Кстати, стоило казакам появиться в первый раз в комнате, они даже не появились, а, не задерживаясь, прошли в пыточную и назад, Виталий сразу отметил себе, как затаилась вся троица, и в глазах каждого отчетливо обозначился страх. Несомненно, они знали, кто эти двое. Казаки! В отчаянии выдохнул Руслан. Контрразведка! Они тут от причем? Мать честная, тот самый! С давленным шепотом вскрикнула Алексей. Губы его затряслись, он ладонями прикрыл рот и дрожащим голосом добавил, который останавливал. И про деньги он говорил. Это Митяй. Так его звали другие, я узнал его. Митяй Гром. Пара Грашова, тоскливо уточнил Лось. Эх, а я-то надеялся, что нами наши же ребята займутся. Тогда можно было бы на что-то рассчитывать. А эти... Он какой-то бессильной ярости сжал кулаки. Хана нам, мужики. Забьют гады на первом же допросе. До смерти забьют. И не поморщится. Старшина знал, что говорил. Не раз ведь наблюдал подобные представления, хоть и уверял сокамерников, что не принимал в них участия. Их казаки подтвердили его опасения. Их подручные трое дюжих молодцев уже на следующий день стали затаскивать арестантов по одному в ту самую смежную комнату, где недавно пытали Василия, и уже волоком, кого за руки, кого за ноги, возвращали на место. Воистину, сцепка Гром с Митяем работала, не покладая рук. После допроса каждый вел себя по-разному. Старшина чуть поохов принялся, на чем светко стерить всех, кого ни попадя, вспоминая недобрым словом в том числе и своего бывшего командира. Дескать, сколько добра сделал для него, а он, гад, отправил в каталажку. Да хоть бы знать за что, а то за какие-то жалкие гроши без всякого суда и следствия мозги вышибают. И не жалел эпитетов для казаков. Лукавил, конечно, бывший интендант. Он был единственным из арестантов, кто знал, за что сидит. Потом не выдержал и рассказал им, что, мол, бес попутал. Соблазнился я шикарной машиной одного бывшего депутата горсовета. Тот вроде бы приказал долго жить, ну, я и приватизировал ее. А что? Не я так другой бы это сделал. Старшина, горько будто раскаявшись, в содеянном вздохнул. Продать надо было, тогда бы ничего такого не случилось. Так если бы знать наперед. Да и как продаж, больно уж к душе она была. Но это он уже рассказал, когда перестал сторониться остальных. Начальник охраны после первого допроса являл собой жалкое зрелище. Больше запуганный, чем избитый, он не вымолвил ни слова, только беспрерывно стонал, охал и неожиданно громко вскрикивал после минутного затишья. Несмотря на это, его снова приковали к Виталию. На допросы их водили раздельно. И тот, страдая не меньше, но чтобы хоть как-то отвлечь от боли его и себя, закрыл глаза и начал повторять давно заученные наизусть стихи из третьей главы Экклезиаста. Говорил медленно, выделяя каждое слово, будто начитывал диктант детям младших классов. «Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать». Алексей, вначале никак не реагировавший на его чтение, при последних словах чуть приумолк и насторожился. Виталий это заметил, выдержал паузу и продолжил в том же темпе. Через два-три стиха к ним подтянулся Руслан. Похоже, этому парню и в этот день и в последующие доставалось больше всех, потому что он упорно отрицал факт продажи автоматов. Соответственно, и его точно с таким же упорством продолжали бить. Но присутствие духа парень не терял, все на что-то надеялся, все эти дни жадно ловил каждое слово о Боге и однажды даже помолился вместе с Плавуном и Алексеем. Со временем их беседы становились все откровеннее, все больше стали рассказывать каждое о своей жизни и вспоминались почему-то в основном приятные эпизоды. Ни разу не присоединился к ним старшина, и в его проклятиях теперь нашлось место и Плавуну. Его он ставил в один ряд с казаками. Те, мол, гробят физически, а этот души губит, рассказними о Боге. Самого Виталия били поменьше, чем в первые дни ареста, когда он был один. Да и били-то уже больше по инерции, ну, расположено, не тратя времени на вопросы. Но это и понятно. Обрабатывая других, сильно уставали станичники? Очень сильно. И, может быть, как раз по причине этой усталости ровно через неделю снова надолго уехали, оставив арестантов на попечение клина и других надзирателей.